Наконец я дошла до домика Лермонтова. Сколько лет я жила в Пятигорске, когда училась на Эмьязе. И так и не побывала в этом домике. Потом приезжала несколько раз на вечер встречи выпускников. И опять же не могла сюда добраться, хотя гуляла по городу. Но в этот раз вот сейчас стоят люди в очереди. И я, наверное, все-таки попаду. Так, я в домике Лермонтова. Тут какой-то плетень. И вот надо входить сюда. И, оказывается, в экскурсию входит не только домик, где жил Лермонтов, но и дальше будет домик композитора Алябьева. Дальше, не сейчас. Значит, что нас тут встречает? Нас тут встречает многое что, стенды. Надо дойти до конца. Вот его домик выглядел так одиноко. Теперь... Теперь... Ой, к сожалению, отражается. Пятигорск так выглядел. Это вот зал в том доме, в котором Лермонтов жил, в Пятигорске. Так, вот этот домик я прошла. Теперь я иду по двору. Мимо этого белого домика. Тут вот такой садик небольшой. А, это вот служебное помещение. Поднимаюсь по ступенькам. Я так понимаю, это известняк. Ступеньки. И какой большой дворик! Это же все подворье Минерала Верзилова, да? Ух ты! Домик Котела, домик Лермонтова. То есть, там, где я была, это в доме Верзилиных, генерала Верзилова. А вот сейчас розы и такой домик с крышей. И сено, скажем так. Тут очень много всего. Подворье огромное. Огромное. Вот еще с галереей домик. И русская печь. Много цветов. Вот он, сам домик. Он в глубине. А тот дом, в который я вошла, это семья генерала жила. Я так понимаю. О, маки растут. Маки. Я думаю, что это конюшня. Очень похоже на конюшню. Да, и там содержимое внутри. Да, это сено. Это упряжь для лошадей. Так, это сени. Я вошла в сени, стена. И дальше вход. Еще какое-то проходное помещение. Здесь одна комната. А здесь другая комната. Это, наверное, было место, либо где прислуга ему готовилась подать обед, либо где он ел. Скорее всего нет. Он, скорее всего, тут ел. А вот спальня. И кровать. И рабочий стол. О, ну, не густо. Там дальше еще одна комната. А вот эта комната, в которую я не смогла заглянуть. Из спальни. Вон она, спальня. Вот кровать. А это рабочий кабинет Лермонтова. И окно выходит во двор. Это домик под камышом. Тут вывеска. Дом, в котором жил Лермонтов. Ну, крыша из камыша, понятно. Ее периодически меняют, как сказала экскурсовод. Рядом домик. Сейчас там библиотека, музея. И даже вот служебное помещение написано. Но при Лермонтове, значит, вот в цокольном этаже, вот эти окошки на земле, жили четыре его слуги. Один был повар, другой был конюх. Ну, и два были просто прислуги. Прислугой. Ну, а, между прочим, она утверждает, что, я имею в виду экскурсовода, что Лермонтов жил здесь, наверху, а не в этом доме, под камышовой крышей. Ну, кому верить, не знаю. Теперь идем к другому дому. Там экспозиция Лермонтов в живописи. Ну, чьи это картины, я не знаю. Ну, сейчас посмотрим. А вот я подошла к этому дому. И вон указатель. На нем написано, как я вижу издалека, что это как раз то место Лермонтов в изобразительном искусстве. Сейчас я выйду с этого подворья. Еще раз посмотрим на домик. И пойду... Да, когда выйду, поверну направо и пойду к дому композитора Алябьева.